Дорогие друзья, всем привет! С вами я, Мила, и мой канал Женская Душа и Ее Мир. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, комментируйте это видео, а мы начинаем. Сегодняшняя тема разговора будет похудение. Как при помощи тыквенного сока можно легко, просто и быстро сбросить лишние килограммы. Кому интересно, оставайтесь. А мы продолжаем. Похудение на тыквенном соке. Любая диета начинается с консультации врача. При лечении ожирения проводят разрузочные дни на фреши из тыквы один раз в неделю. Части диетологи не советуют. В тыкве слишком мало питательных веществ и всего 37 килокалорий. На протяжении дня выпивается 1,5 литра сока в 5 приемов и в любом количестве воды. А также ничего больше не едят. Потеря веса при такой разгрузке идет за счет выведения лишней жидкости и очищения кишечником. А не исчезновение жировых отложений. При выходе из диеты рекомендуется постное мясо птицы, рыба и крупы. Тем, кто не может выдержать и дня жесткой диеты, стоит заменить один прием пищи 200 литрами фреша. Перед обедом и ужином опять выпивается стакан сока, но обычная порция еды уменьшается в разы, хотя бы в двое раз. В результате часть пищи начинает малокалорийным питьем. Такую мягкую разгрузку можно устраивать два раза в неделю. При плохой переносимости сырого сока пьют сок пюре из вареной тыквы по 2 столовые ложки перед едой. Считается, что дает ощущение сытости и человек насыщается быстрее, съедая меньше, чем обычно. Однако, существует категория людей, у которых сок тыквы вызывает обратную реакцию, то есть острое чувство голода. Это связано с повышением выработки инсулина. К сожалению, этой категории придется подобрать себе другой сок для похудения, менее насыщенный углеводами. То есть можно подобрать сок сделать из яблок, можно также сделать сок из мандарин, апельсин, лимонов и так далее. Продолжение следует...